Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Признаться, обидно и стыдно, что отпустили игру и проиграли 3-1. Ваш вопрос, Саня. Да, Олег Петрович, если можно, вопрос, так скажем, от болельщиков. Я вот был на трибуне гостевой во время манча, и один болельщик просил задать вопрос, что происходит с командой во втором тайме, почему не играем во втором тайме? Во втором тайме мы играем, может быть, понятно, что мы пропустили три мяча во втором тайме. Из-за этого мнение такое, о том, что нужно ли нам было играть, отодвигать еще более агрессивно в средней линии. Да, возможно, это так, для того, чтобы отодвинуть игру от собственных ворот. В принципе, мы так же действовали и в первом тайме. В первом тайме мы забили гол и успешно выходили в быстротаке. Во втором тайме мы быстро от атаки не выходили. Это касаемо вопросов, наверное, по этой игре. Ну, вот так. Еще вопрос? Что так жестко? В штрафтуре играете? Что-что? Что так жестко играете? В штрафтуре играете? Первый гол, первый пенальти. Насколько нам доносили, мне известно, что игрок в подкате, мяч и рука в опорном положении. То, в общем-то, это не пенальти. Но судья посчитал так и нам поставили пенальти. Второй пенальти у нас игрок вбегал, не успели в отбор и сбили. То есть, я бы не сказал, что это жесткость. Игровой эпизод, который привел, к сожалению, к 11 метровам. Нам надо быстрее немножко... Ну, всегда игрок, который на ходу, это всегда сложно. И поэтому, конечно, нужно быстрее реагировать, быстрее предвидеть ситуацию. Такое возможно с каждым. Ну, в общем-то, потом уже начали раскрываться и меняли даже структуру и схему. Уже такой, как бы и навалом не назовешь. То есть, необходимо было... Мы рисковали, необходимо было доставки. Мечал штрафную площадь. Но на последней минуте игры допустили ошибку, которая привела к третьему голу. Такая история. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ